Я сейчас попытаюсь похвалить Reflection и Java аннотации. Поэтому хорошо, что у вас меньше. Наверное, мы так сильно будем убить потом. Мы с вами все Java разработчики, мы все пользуемся аннотациями. Да? Да. Поднимите руки, кто пишет на Java? А кто аннотирует методы или классы? Типы теперь. Да, да. Хорошо, даже, наверное, больше, чем Java разработчик. А кто когда-нибудь писал свои типы аннотации и их обработал? Прилично. Ну, я думаю, что, надеюсь, что после моего доклада таких людей станет побольше. Не потому, что это полезно и всегда нужно писать, а потому, что иногда действительно есть случаи, когда это выручают. Один из таких случаев, о котором я хочу рассказать. Нам нужно было написать REST-сервис, который хранит информацию о пользователях, о подписках пользователей и о том, какие операции над подписками можно производить. То есть, три типа объекта. А к этому REST-сервису мы же написали клиент. Тоже на Java. Нет, только зима. Тебя не стирают. Сейчас, сейчас, сейчас. Это перманентно. Вы слушайте тоже. Я пробовал. Так вот, мы же пишем Java клиенты, которые оформлены в виде артефакта Мавина, и вы можете его подключить в проект и пользоваться нашим сервисом так, как будто у Маками. Он все внутри развернет JSON, отправит по HTTP, там это все свернется обратно, выполнится, и вам придет результат, включая возможные эксепшены. То есть, абсолютно прозрачно, удаленно он установлен или локально. Так вот. Плюс к тому, есть посторонние клиенты, которые пишутся на разных языках, не только на Java, и они уже общаются напрямую по REST-протоколу. И есть у нас слой Persistence, который... Это не наш. Спасибо. Это не наш, нам его анализовали, и нам пришлось с ними пользоваться. Так вот. И нужно в этом клиенте написать метод, который по заданному фильтру фильтрует, допустим, пользователей и возвращает получившийся список. Ну, например, нам нужно отобрать пользователей, которые живут в Америке, которые старше, пусть скажем, 25 лет, и которые что-нибудь купили у нас в последний год. При этом на уровне клиента это должно все быть типизовано, все должно быть в виде Java-объекта. То есть фильтр должен из себя представлять Java-объект, чтобы мы знали, какие поля возможны в дефильтрации, какие типы у этих полей, и, может быть, даже линия по зону. В то же время для посторонних клиентов все должно происходить по REST-протоколу, то есть запрос должен быть в виде, приниматься как query for Rams, и возникает проблема. Тут у нас есть класс, здесь это должен быть фактически map строка-строка, здесь это должно преобразовываться опять в класс, и здесь это преобразуется в такой запрос. Так вот, так как вот таких классов фильтров у нас несколько, для каждого объекта там свои поля, поэтому нужен свой фильтр, то нам нужно для каждого класса написать сериализатор в мап, десериализатор из мапа и построитель запросов по этому типу данных. После рассмотрения нескольких вариантов мы выбрали вариант с аннотацией, то есть мы пишем там фильтр пользователей, в нем есть, например, минимальный возраст, максимальный возраст, допустим, страна. Эти поля аннотированы, аннотированы аннотации, которую мы определили в API, и дальше есть один сериализатор, который пробегает рефлексно по этим полям, находит те, которые аннотированы, получает их, собирает из них мап, отправляет его в рест, и на той стороне разворачивает обратно. И он же умеет аналогично этому мапу создавать запрос. Также перебирает по полям те, которые определены, добавляет их в запрос и отправляет их в персистенцию. Какие у этого плюсы и какие минусы? Потому что для меня лично было не так просто это начать, потому что не хотелось, честно говоря. Это не совсем фреймворк, чтобы приплетать туда аннотации, и стоит ли так городить такой город. Поэтому для сравнения я выбрал три очевидных варианта. первое, это у нас, когда мы просто здесь отказываемся от класса, используем мапу, прямо вот тут. Тогда вот этого нет, вот этого нет. И мы напрямую получаем только один конвертер мап в квари. Просто, гораздо проще, но у нас... Недостатки. У нас нет типизации. А мой план откуда? Например, мы просим в клиенте отдать имена параметров и значения. И сразу отправляем напрямую. Пользователь этого интерфейса не знает, какие у него есть поля, какие доступны, какие недоступны. Может сделать ошибку, не знает, какие типы полей. И, пожалуй, это самый главный недостаток этого всего. Плюсы, конечно, просто. Второй вариант. Можно сделать интерфейс, который обслуживает какой-то класс и инсулирует себе все вот эти преобразования в мап, обратно в класс, обратно в квари, и написать реализацию для каждого из типа фит. Можно вопрос? У вас требования на протокол сервизации между REST и персистенцем там есть какое-то? То есть вы что, JSON используете или что вы используете? Мы используем JSON, но именно вот эти параметры фильтрации должны быть как query params. А JSON это жесткое требование, что должен быть именно JSON, больше никаких вариантов. Нет, еще есть XML, и они оба должны быть реализованы. Так вот, интерфейс в плюсах у нас есть типизации, потому что все-таки мы работаем с нормальными классами в минусах. Для каждого класса нужен свой сериализатор, который подберет, выберет нужные поля, построит мапу и отдаст. Поддерживать это становится, сами понимаете, сложно, потому что поддерживать приходится, и уже сейчас у нас есть текущий тикет, когда нужно добавить еще одно поле, которое фильтрует еще одним способом. И придется это править в трех реализациях здесь, здесь и здесь. Ну и аннотации. Значит, есть типизация. Понятно, раз он аннотирован, значит, он используется для фильтрации, в том числе этот класс может быть совмещен с моделью. Мы пробовали, в конце концов, ушли от этого, но технически это возможно. И мы видим, если он аннотирован в фильтре, то значит, по нему может идти фильтрация. Из минусов, конечно, рефлекшн. Потому что обычно говорят, рефлекшн страшно, рефлекшн медленно. Да, медленно. Да, медленно. И из минусов опять непонятно. Непонятно, тут немножко другое. В плане интерфейсов тут все красиво, но зато в плане реализации, да, у нас есть аннотация. Кто ее обрабатывает, где обрабатывает. Никакой связи в коде между этим нет. Поэтому нужно, если уж понадобилось сюда влезть, нужно перелопатить код, посмотреть, а где, собственно, у нас поддержка. Но, в конце концов, плюсы перевесили, и я считаю, что это удобно. Потому что, во-первых, у нас очень четкое определение API. Мы четко знаем, что здесь возможно, что над чем можно сделать. Во-вторых, у нас весь обрабатывающий код собран в одном месте, и он работает с любым типом фильтров. То есть, если мы завтра введем еще одну модель и напишем к ним еще один фильтр, здесь ничего менять не надо. Что касается рефлекшна. Ну, да, пришлось немножко повозиться. Это такая область, где кончается строгая типизация, начинается настоящая джава-магия. Но ничего там сильно страшного не было. И по поводу скорости, да. Это рефлекшн или кодогенерация? Нет, там нет рефлекшн. Кодогенерации там нет. По поводу скорости, ну, да, конечно, если у вас есть, скажем, здесь на стороне сервера есть цикл, и в этом цикле вы каждый раз вызываете рефлекшн, что-то делаете, то да, у вас будет медленнее. Сильно медленнее. Здесь, когда мы имеем дело с передачей по сети, причем на этой стороне все разворачивается в JSON, JSON, который тоже на рефлекшне, здесь все сворачивается тоже с помощью рефлекшна. И вот это наш маленький кусочек, который используется только на одном этапе, он замедление практически не привносит. То есть я считаю, это именно тот способ, та область, где развлекшность не пострадает. Ну и расширяемость. Если мне понадобилось, например, здесь еще определить, скажем, тип данных, например, здесь у нас возраст лежит в строке, потому что так получилось, а вот здесь возраст лежит в цене. То я могу добавить параметр коннотации и учесть это в сериализаторе, чтобы он сделал преобразование, и в query это все автоматически собралось с правильными типами. Анотацию-то покажешь? Или она слишком жесткая? Ну, полное определение аннотации у меня вот такое. Да, конечно. Много букв, могу писать. Есть параметр имя и есть параметр тип. Имя — это связь с именем таблицы, потому что не всегда можно назвать так же. А тип — это тип поля в таблице. Опять же, потому что у нас есть преобразование, из-за некоторых проблем нам пришлось здесь дату держать в строке, тут дату держать в дате. И это не наше ограничение, но пришлось вот так делать. Почему мы используем, допустим, джекса, чтобы сразу же число отточить класс и, допустим, еще там java validation напишут, чтобы сразу же проверить, что все хорошо. А из-за этого написали или какие-то ограничения джекса на java validation. По полу java validation — да. Была там просто катастрофа, я начал. Во-первых, это немножко не та область, про которую я сейчас рассказывал. Да, у нас валидируется то, что пришло в рест. И для валидации пришлось повторить фактически java validation, потому что просто не получилось его подключить. Он не работает без всех компонентов реста, которые есть в java, java x, а у нас нельзя было использовать эти компоненты. А взять кусочек и прекратить вот только валидацию не получилось. Мы перелопатили кучу документации, и единственное, что мы нашли, что да, ребята, так нельзя. Сделайте свое. Все написано на спринге. Вам надо пообщаться. У меня такой вопрос. Ну, аннотацию, предположим, гвить не так сложно, а вот, условно говоря, ну, то есть можно и добавлять, наверное, новые аннотации в данной ситуации, да, каким-то образом нарастить это все, а вот та штука, тот код, который, собственно, работал с этими созданными аннотациями, вот, сколько раз он вызывался, я так понимаю, на лоббе QA, да, вот, сколько раз он вызывался, это один раз происходило там при запуске приложения, то есть, ну, тут может быть какое-то медленно уязвимое место, или все равно это несопоставимо по скорости по сети, то есть, именно разбор аннотации. Разбор аннотации вызывается у нас при каждом преобразовании, фактически, один раз на клиенте, один раз на сервере при десерилизации объекта и один раз при построении клэри. Это на один вызов больше, чем серверизатор, десерилизатор Джессона. На производительность у нас сколько мы тестировали производительности, узким местом всегда была база. С Джавой у нас было все гораздо лучше, оттого, что из тех машин, которые нам выделили, предполагали использовать для нагружения сервиса, нам их не хватило, и пришлось там придумать всякие танцы с бубом, с бубом, чтобы замедлить сервис, потому что мы не успевали, наши клиенты не успевали загрузить. Конкретные цифры, нет смысла тестировать именно этот кусочек кода. Да, он будет медленнее, чем просто родной Джава-код без рефлексинства. Но если смотреть, насколько он влияет на общую производительность, то окажется, что практически не влияет. А вот есть ли какое-то ограничение в проекте, какое ограничение можно было бы ослабить, чтобы все-таки не пользоваться аннотациями? То есть видно было? Ослабить. Очень просто. Если так прямо сразу. Уберем, убираем отсюда требования. У нас здесь требования, что фильтрация, запрос должен быть get, и параметры должен быть что-то будет в какой-нибудь путь. и, например, там... Отказываемся от этого, и здесь делаем, например, put, и фильтр складываем в тело запроса. Тогда он стивилизуется автоматически. Но не получилось, потому что были жесткие требования к ИК. Есть еще вопросы? Вот. Ну, в подведении итогов как-то... Ну, условно говоря, есть уже какой-то опыт работы с аннотациями, с созданием их. В каких ситуациях все-таки можно не использовать в таких ситуациях, на какой взгляд? Им стоит переходить. Ну, я бы все-таки... Для себя как-то выбрал эту грань? Я бы их рассматривал как последнее средство, потому что все-таки это тяжелая артиллерия. Но все равно не стоит их исключать из сравнения вариантов, потому что иногда они позволяют просто практикально упростить, уменьшить объем кода, упростить поддержку кода и сделать более понятный интерфейс. У меня вот тут просто противоречие в голове на самом деле. Все любят, когда фреймворк, ну, особенно это было после введения 5-й Явы, когда фреймворк неожиданно старинный, типа того же гибернейта, выкатывал нотации, все осталось весело, радостный праздник. А при этом плохо их писать, но классно их использовать. Но чтобы их использовать, то есть они же в каждом любом фреймворке есть, у меня работа с базами данных, это прям все не любят сидеть на аннотациях. Но при этом как бы сами писать плохо. Хотя вот использовать, я вот это противоречиваю не могу сказать. Плохо почему? Потому что, вот, например, элементарно, нам нужно получить значение поля какого-то произвольного объекта, который нам пришел, и начинается. А вот у него есть уровень доступа. А вот, а что если это не поле, а функция? А как мы его получим? А что если у функции есть аргумент? И в результате я тут с размаху написал кусочек кода на рефлексен, который получает значение с поля, если поле private, но у него есть паблик гетто. Получилось там провинять 20 строк. Потом думаю, а зачем? Наверное, не каждого что-то есть. Нашел java.binz.getproperty и посмотрел, как оно устроено. А кода там в раз 20 больше, чем у меня. Это не более полезно, кстати. Конечно, этот код, учитывая там кучу всяких плюшечек, но тем не менее, когда вы наступаете в рефлексен, нужно отдавать себе отчеты. То есть надо лазить в исходный код. Что есть подводные камни, и или вы пишете минимум того, что вам нужно, или если вы замахиваетесь на что-то, то, пожалуйста, используйте то, что есть, или внимательно думайте и тестируйте совсем с первым. Вот в этом сложность. Понятно. Хорошо, если есть вопросов нет, попугаем Дмитрия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ